привет зрители ролик будет называться закупилась была в ашане еще внутри ашана есть магазин со специями всякими орешками вот сейчас я буду это все обозревать потом видимо буду это писать два захода потому что на камере 40 процентов 40 точнее минут на зарядке только и есть еще одна вещь которую надо обозреть первую очередь а потом убрать в холодильнике тут у меня был с собой пакет магнит потом была такая сумочка я тоже застучу потом не дали пакетик короче слушайте я тут как бы собираюсь же снова опять куда-нибудь попутешествовать но как без этого и решила себе тут в этом месяце сделать лимит ну прошлом месяце еще тише уги вот рыба ты ее уже ел ну смысле ты ел что-то другое но не на тут ничего не ухать и короче говоря как бы сделала себе определенный ремент превысила его уже два с половиной разом думаю нахуй глянуть по чекам чё куда я трачу ну деньги то у меня при этом еще есть в сравнении с тем что я тратилась за последние месяцев 6-8 я еще вообще как-то экономно прошла последний месяц короче в общем что-то я закупилась всякими орехами и специями на на 1400 без двух рублей 1397 точнее без трех рублей и 1398 еще гляну они 1298 с копейками грубо говоря тысяч на 1300 ваша не закупилась и на 1400 внутри ашановского магазинчиков тоже закупилась а но это как-то все меньше и компактнее вышло мне родичи посоли меня такая сомнение было что покупать горбушу эти стейки не покупать много ли костей в стейках вот горбуши оказывается стейках мало костей только вот это вот скелетинга но я в итоге купила меня как-то летом друзья приглашали к себе на в сад ну такая типа дача сад с домиком что можно при желании летом жить и угощали копченой комбалой я в детстве так тащилась от комбалы но ее ни разу не пробовала на тот момент комбала мне очень понравилась мид и до этого все другие люди ругали но те люди друзья мои сказали что в принципе вполне она ничего и в общем у меня тут есть комбала полар от полара я покупала и тилапию и эту самого и палтуса постный продукт то бишь это рыба это постный продукт да я не знаю как бы я не пащусь нас этим как-то все нормально я просто всякие странные рецепты ем и не всегда мясо так масса нет замороженного продукта 700 грамм тут у нас фире комбалы кусочки мяса и глазурь ним не более 5 процентов вода ее можно на сковороде 4 6 минут пожарить или в духовке 13 15 минут при 222 220 градусов короче я там тогда эту рыбу фигачила не помню сколько я фигачил он 20 минут может быть тоже 220 градусов в общем я собираюсь запечь по тому рецепту как мне лена с фамилией на фе я не помню фамилию так а длинная по моему по моему на фе длинная фамилия дала подкинула такую идею там масло и еще всякая требуха в общем фолье хочу это запечь тут 6 кусочков коту конечно я подозрела и перепадет не перед если не дам так это сам возьмет и вот она наверное самая дорогая всего что у меня тут было в чеке из ашана все я ее найду там был и палтус и что-то еще и опять же тилапия на телопе мне недавно было и на ней суп варила он как-то вот суп вкусно на тела 5 лапе в супе не особо и вообще тела 5 все таки на какая-то специфическая и в ней кости хоть и филе ну в разных фирмах хоть это нильская тилапия хоть китайская хоть хрен знает какая тилапия все равно там есть кости иногда даже очень прилично этих костей и вот вместо горбуши в итоге я купила себе вот эту штуку где она там и даже от каждого дня там были всякие разные камбалы от каждого дня не было вот тилапия была от каждого дня причем она как-то дороже была чем та тилапия которая магните покупала от какой-то приличной марки вот там короче китайская тилапия почти за 400 рублей 600 грамм а тут 229 ну грубо говоря 230 рублей магните купила нильскую тилапию те же 600 грамм так где у нас это камбала мясо камбалы 700 грамм 293 рубля 50 копеек ух я буржуя я помню когда я как авокадо лопала и стабильно его обозревала у меня некоторые в камен так бомбили что жру авокадо целым кушаю авокадо целиком без этих салатиков а потом я что-то прониклась на всякие салатики и не только авокадо был целиком так у меня тут я тут все лето и ела в салатиках на весь сентябрь в общем четыре месяца ела я в салатиках льняное масло два раза покупала упал бутылочку 250 миллилитров 70 рублей без одной копейки или типа того но грубо говоря 70 рублей стакан не рафинированное чё-то она у меня как-то последний момент в общем я решил что надо сделать мера перерыв в общем сначала так нормально ну как бы она такое специфическое по вкусу но у меня шло как бы шло потом как бы нормально шло я иногда лимончиком это весь салат приправляла потом как-то она у меня ну закончилась и думаю купить что ли виноградного масла ли еще чего-нибудь давно как-то покупала виноградное масло может еще до видео блогинга и вполне ничего нам салата было и тут я решила что надо купить просто оливковая чисто без всяких вот альтера вот я просто вчера замасывала салатик этой альтерой я чувствовала там исключительно подсолнечное масло хоть она и с добавлением оливкового в идеале я бы хотела купить масло с авокадо которое никак не обозрю в этих пустых баночках еды постараюсь может на эти недели сделать но эта неделя только началась в итоге я купила себе каждый день оливковое масло не не очищенное просто рафинированное короче масло оливковое нерафинированное высшего качества стопроцентное 500 миллилитров и живет она у нас в общем сделано у нас 9 07 ой окей это день рождения этого года и до 9 января 21 года на живет я не знаю как я потому что очень давно в чистом виде оливковое масло ела думаю салат его добавлять буду и вот взяла и купила себе там было как бы очищенная но рафинированно но но с добавлением не рафинированно думаю нахрен но не в таком виде я решила такое взять и там кстати привезли снова это кокосовое масло уже много все по той же цене как я брала райта или как там она ну вот это тайское тайландское масло и еще какое-то интересное масло было но чё-то я вот решила пока взять оливковое как бы про запас на салаты я думаю этого пол-литра на прилично хватит времени сейчас я найду она тоже как бы на чуть подешевле этой рыбы масло оливковое 233 рубля 60 копеек каждый день так а вот дальше сейчас пойдет как пойдет я вообще не собиралась покупать я хотела купить контейнеры такие вот которые многоразовые но которые мне нужно было они в самом верху у самой стеночки стояли вот мне тупо не достать было там никаких продавцов этих не ходила чтобы попросить их достать думаю хрен с ним и в итоге я купила ну не только не те которые хотела я хотела и те и другие вот купила только одни а тут увидела они по 25 что-то по скидке были мало ли так учет куда положить кому-то по-быстрому отдать и не париться что этот контейнер вам не вернут контейнер 10 штук пол-литра мистерия я раньше у них покупала но потом вот все таки мне удобнее эти многоразовые но эти тоже иногда вот нужны так где они тут 25 рублей ровно они там по скидке идут не знаю чем связано может у них этот сделаны они в апреле этого года так вот единственный контейнер я хотела в общем мне есть такой маленький на 200 миллилитров он у меня сейчас занят там то ли лук заморожен то ли еще какая-то трава это тоже кстати каждый день и то и другое но смысле тут который мне если который взяла каждый день пол-литра контейнер для свч ну и заморозка короче я думаю вполне подойдет по крайней мере я в нем замораживала ничего там не случалось а так чего у нас тут но разогревать без крышки сделано в россии ухты белгород проспект богдана хмельницкого прям везде один кейт он там это если из мельницкого окажется из украины так почем у нас этот контейнер контейнер где моя рыба-то рыба уйди рыба котом вот точнее иди отсюда мне она дорога как память тише я ее еще не пробовала так где этот контейнер контейнер ты где такой большой цех сухой корм кубка так так а вот контейнер 17 рублей вот такой контейнер так не вот приспичило эту штуку потому что у нас была короче штука но она как-то испортилась от хозяев помогли ее испортить некоторые криворукие уроды и мне пришлось купить другую штуку но она какая-то странная вот так вот положишь ее вот так вот и вода на течет течет и она шик и отпрыгивает и вода утекает и ванну хрен наберешь а иногда в общем на короче контролировать и я вот подумала что у меня то что и квартире дедушка делал деревянные там была такая как бы вязочка я хотела такую вот с веревочкой очень купила пробка для ванны с цепочкой и она там как-то и так и эдак я конечно не мерила но тут написано что подходит на диаметр от 38 до 55 миллиметров сделано в китае и за ценники она была 61 рубль но в чеке она внезапно подешевела аж на 3 что ли рубля пробка для ванны с цепочкой 58 90 так я купила себе молоко ультраполистерилизованная под полтора процента жирности я как-то покупала полтора процента жирности что-то мне так вообще не понравилось как вот вода окрашенная белым но не что-то увидела и решила может попробовать хэллоу говорит этот самый какой-то мужик старенький кудрявенький штефан дюрр племенные коровы без привязанное содержание но как у нас вот там выгуливали эти мраборное мясо делаем в прошлом году в этом году что-то они все умерли ну смысле их то ли съели то ли продали то ли хозяин просто коньки откинул эконива молоко которым мы гордимся ручаясь за качество наших продуктов говорит вот этот вот штефан президент гк эконива полтора этих процента жирности я что-то подсела на смузи никогда их не ела никогда не готовила тут что-то внезапно случайно так сделай и поняла что то что я сделала это смузи и оно мне так нравится но такое сытное короче беру яблоко режу его там этот даже не очищаю потом кидаю в этот в измельчители рит пшик измельчила потом чайную ложку две-три или столовую ложку черники протертой сахаром пшик еще раз помешала измельчила все вместе а потом уже меняю насадку на взбивалку вот так я ее и опробовала эту взбивалку наливаю где-то стакан молока взбиваю получается что-то между коктейлем молочным холодная блин и этим самым и таким вот как бы смузи вот все подряд вот такое круто короче я решил что может конечно это можно попробовать соком а может можно попробовать даже вместо сока положить мед которые я вчера растапливала когда делала по рецепту из кукпета который я надеюсь смонтирую на этой неделе я все-таки оставила камень человеку написала что вы там хоть что забыли упомянуть она мне ответила упомянула но в общем я так поняла что процентов 70 людей кто постит даже у этого админа тут сегодня рецепт увидела там про масло он забыл в рецепте написать 10 процентов 70 юзверей кукпета постит от балды причем процентов 40 из этих 70 постит такое ощущение что они там фотку где-то скоммуниздили состав отписали от балды и как это делать в общем кажется проверенный рецепт кажется все ништяка обязательно какая-нибудь фигня и вот так перевод продуктов блин короче вот думаю этот мед который на паровой бане растапливала может в этот смузи добавлять вместо молока но молоко вот купила 35 рублей 10 копеек 1 литр тысяча миллилитров какао я такую же покупала может быть даже обозревала он мне еще совсем чуть-чуть его там есть и меня с ним познакомила моя подружка маша показал мне когда у нее была в гостях у ее мамы скажем так на той квартире и я угадаю крит ну типа кто бы это мог делать его ну не знаю как они там заграничная фирма нагрет ростов великий ярославской области короче 50 чем-то она стоит 100 грамм отличная какао какао порошок чая точно какао натуральный 100 грамм 50 рублей 70 копеек я вот купила я хотела вообще растворимый какао напиток есть такие уж не помню дорами бывает такое без всяких добавлений непонятно чего шоколадные реки в круглой баночке магните вот то что в пакетике или в коробочке нос с какой-то химией а то что в круглой баночке давно не видела там только какао и сахару жалко но я обычно его беру вот тут как-то не случилось так переходим мы другому пакету и тут у меня вроде еще пока есть время записи ну смысле зарядки каждый день салфетки бумажные 100 штук 15.98 1 упаковка 2 упаковка но у нас магните то ли продается по 22 и типа того в пятерку надо ехать там когда по 10 когда по 15 когда по 20 пигмать но в пятерку надо ехать если уж ехать то можно в ашаны сразу закупиться третья упаковка так в ашане в этот раз были внезапные губки они дешевле чем магните и того размера что я обычно юзаю хотя магните тут купила может не обозревала скорее всего тут у нас 10 штук маркер бранд размер губки макси 10 больше большие универсальные губки для мытья посуды особо прочный абразив поролон да не обозревал потому что я там еще себе купила эту губочку фреш обычную затела вот эту как у меня была черного кота прямо массажная сейчас найду эти губки я что-то увидела просто их цену вспомнила сколько магните примерно такой же набор стоит думаю как-то дешевле хотя туда на маршрутке ехала обратно на маршрутке вообще планировал в ашан поехать как-нибудь на велике но что-то погода не случалось где-то эти губки то а вот губка макси 34 рубля даже на рубль дешевле там в оценке стояла тысячи пять я купила себе пак ладно пакеты бумажные для бутербродов на самом деле мне тупо надо бумажные пакеты вот для всяких сухофруктов можно наверно конечно самой спаять как-то но тут готовы бумажные пакеты я даже не ожидал там было пара вещей которые даже не ожидала увидеть но они там были я их купила 25 штук 18 на 24 с половиной сантиметра вот они эти пакеты пакеты для завтраков они называются внезапно 46 рублей и вот то что я тоже не ожидала там увидеть второе но я хотела такое видела вот несколько видео снимал смотрела на youtube где он пишет что и вообще говорят что типа замораживают пакетиках застежкой думаю где они их проект покупают и тут внезапно стою мы еще целый час это маша не ошибалась у меня родственница офигела типа чё то можно делать можно типа поберечь за это время там вообще как-то так долго но как-то этом зависала везде почти ну в тех местах где мне надо было и и в тех где случайно что-то увидела вот это тоже поклан пакеты замком застежка 3 литра 10 штук ну тут заморозка жидкие сыпучие продукты пищевые продукты и гигиеническими документы и документам нету по заморозку на было еще такие пакеты видела у своей одноклассники давно-давно сейчас скажу почем кайф сто один рубль 40 копеек скотч мне надо было свой скотч я в деревне уволокла каждый день скотч где этот каждый день то найди меня на лет лет лента липкая 18 рублей тише ну шо ты нафиг это даже не еда так хлебцы были по скидке в составе у них гречневая крупа и длица вообще не знаю сколько они на самом деле стоят где они тут хлебцы 39 рублей 40 копеек ну вместо печенья раз уж у меня кексики не получились а кексики а мои эти самые сухофруктовые конфеты уже там только только осталось совсем чуть-чуть так вот каждый день фольга алюминиевая с 10 метров 9 этих самых из они наглей а вот это его не видите а он тут и дядь его нафиг ты уже получил свою еду короче у меня как бы есть фольга но мне кажется что она уже скоро закончится почему бы и нет фольга алюминиевая 36 рублей пошла кошачья еда папа больцы и каждого дня отойдите от экрана сейчас выгоднее покупать каждый день пакетиками потому что они сейчас внезапно стали по 30 ну короче по 32 рубля без двух копеек большой пакет 211 с копейками ну и большой пакет у меня на велике было бы удобнее в общем мы тут взяли корм с курицей спаси комбалу дай коту корма он уже вот наполовину так это сделанный сухой корм с этой самой с рыбой мы его очень даже жрём сейчас пытались его захомячить тут у меня же есть с говядиной еще один с курицей еще один с курицей да так мне остается что из-за чего я вообще ехала купить коту пожрать и себе мельницу про запас мельница старая старая мельница злаковый напиток растворимый ячмедь без кофеина я его тогда не обозревала как раз когда покупала масло кокосовое но я фотку скидывала на стену ютуба так где он тут у нас старая мельница 3240 старая мельница еще одна и старая мельница еще одна что я так закупилась ее да вот этот пакет ошановский про запас что-то я как бы говорила уже что я много очень кофе пью и что-то вот мельницу пьешь она в принципе полезная а кофе мне кажется все таки не на мне в таком количестве огромном лопать ну и что-то я так прониклась этой мельницей я наверное сейчас пока сделаю перерыв и подзаряжу еще камеру тише не надо ты специи не жрешь и уберу то что может привлечь внимание животного поэтому мы пока с вами не прощаемся продолжаю писать обзор я уже этот пакетик раздерябила который у меня тут был потому что пришел ко мне близкий родственник и мы с ним кое-что попробовали кое-что попробовала она кое-что попробовала я кое-что я еще не попробовала я не все помню по ценам так что если кто из Углеча смотрит просто заходите туда и оставляйте ваши деньги там мне сказали заходите почаще продавец понятно почему да 3097 рублей родственник мне сказал сходила Люля в магазин но я так тоже подумала в общем что-то там дешевле чем в других магазинах вообще что-то там слегка дороже что-то может быть примерно так же и что-то я конечно купила возможно зря потому что у меня это уже куплено и есть два варианта вот третий а что-то ну вот я хотела что-то я очень давно хотела что-то я даже не ожидала что там могу найти а что вообще где-нибудь найду в Углече в общем тут у меня видимо 6 штучек нет даже 7 100 грамм 7 штук инжир почем не помню иногда вот так хочется инжира раньше я его очень любила потом как-то видать переела его кизил сушеный можно в компот за сухофруктов точнее компот из сухофруктов зафигачить а можно наверное сделать какую-нибудь штуку в общем в купе где-то процентов 30 есть полезных рецептов которые мне нравятся но где-то половину из них я переделаю под себя вот сегодня у меня человек все-таки попробовал мои конфеты которые до этого визуально забраковали точнее те которые я сначала как бы делала по рецепту их нам надо хранить в холодильнике заморазывать и есть только вот такие а я их запекла потому что они мне не понравились в замороженном виде там курага, финики, грецкие орехи я их обваляла потом в какао-порошке и обваляла попутно еще и в хлопьях овсяных которые у меня овсяные хлопья там какие-то финские вместе с отрубями овсяными и запекла очень вкусно у меня там несколько штук осталось человеку понравилось может быть вот это можно размочить у меня вообще есть в инстаграм очень много закладок в закладках висит какие-то рецепты одной мадамы которая вообще довела себя до какого-то скелета какими-то супер диетами но и там есть очень путные у нее рецепты может быть там есть вот эта штука разночная ну посмотрю по крайней мере в интернете Тиша опять зашел на пианинную клаву вот это мы уже вскрыли тут уже нет двух полосочек это мангостин я вообще не представляю как он выглядит но что-то я его так увидела и мне что-то так его захотелось по чем он и не помню ну вот я продавцу говорю вот это оранжевое это вам оранжевое нравится не знаю к чему и чем это связано в плане еды оранжевое ну вот мангостин с чаем вкусно я сейчас чай буду пить как раз я тут поесть успела хотела запечатлеть это в процессе приготовления в купе закинуть но видимо было не совсем с фотками частично с фотками частично нет ну там мне еще осталось немножко еды на второй раз уже запечатываю на телефоне когда вот эту сниму буду чай пить финики они покрупнее чем у меня есть 300 рублей за килограмм 30 рублей за 100 грамм вот финики там куча всяких фиников и я узнала от этого дядечки что придется что шоколадные финики ну они не в шоколаде они просто типа так называются для того что они слегка темнее как бы типа кажется будто шоколадные но в самом деле вкуснее вот обычные причем вообще я не стала покупать эти финики еще какие-то были лечебные финики бледно-желтые будто их выдержали в чем-то я не знаю может такие финики бывают и когда они высыхают они такие бледно-желто-желтые шелковица она мне очень понравилась когда я была в Абхазии но она частично была по большей части не зрелая сначала то я ее не поняла испугалась думала что это что-то ядовитое я выплюнула потом прочитала в телефоне в интернете с телефона и поняла что она типа так ту самую шелковицу которую часто в книжках по древнюю Грецию которую я читала в детстве упоминали в общем тут грамм 300 наверное это еще шелковицы сушеная мне разрешили ягодку попробовать она мне понравилась вкусная и человеку понравилась буду смотреть какое аниме хомячить ее с шафран лепесточками я знаю что он бывает иногда в каких-то чаях давно хотела очень давно еще когда занималась чаями еще когда у меня этих чаев не было 20 или 40 килограммов у меня там было килограмм 10 это было давно это я тогда еще в основном на сифаретнике зависала это уже попробовали но я еще нет это крупный лесной орех у нас ореха в этом году что-то не случилось а может быть из-за погоды может быть еще что-то в начале мне показалось что там несколько было ну может быть там на самом верху какие-то были но я не вижу мне не достать и в общем грамм 200 тут по-моему да 200 грамм этого лесного ореха там по той же цене 100 рублей за 100 грамм чищенный орех лесной обжаренный орех лесной обычный думаю обжаренный я его сама обжарить могу если мне приспичь так тут у нас нут жареный я то еще не пробовала человек попробовал потом человек попробовал просто нут я говорю это как горох это не раскусишь а это я увидела как это пробовала только вареное ну это как орешки да слушайте вкусный нут 40 рублей он за 100 грамм у меня что там на 53 что ли рубля вышло это интересный такой не сказать что вау вкусно но интересный такой я буду почитать в интернете про этот самый нут но у меня вообще по вкусу сейчас что-то такое напоминает мангу допустим пожевать сухую примерно тот же вкус или что-то такое и нут он такой стрёмненький тут нут сырой короче ну тот который надо варить, отмачивать у меня есть совсем чуть-чуть нута но тут этот вот еще нут там совсем буквально чуть-чуть там даже меньше чем на порцию я как-то покупала года полтора назад наверное уже в Ашане чисто так интереса ради понять что это такое Маш помню 15 рублей за 100 грамм тут кажется не знаю ну в общем что-то оно вышло там 75 рублей что ли оно вышло надо потом это уже 10 про Маш про Маш я вообще увидела один единственный раз в первый раз в жизни на кокпете в каком-то рецепте у какого-то вегана или веганки хз и что-то так подумала что вот ну надо короче мне его того Маша я такая странненькая на некоторые продукты меня поругали что ту сумму которую я оставила и ту сумму которую я оставила на еду ну на бытовуху на какие-нибудь расходы это не совсем правильно надо делать точности до наоборот потому что мало ли что и если вдруг что-то останется то откидывать туда что кому накоплению как больше шансов накопить туда куда я хочу ну я не то чтобы куда-то конкретно хочу но куда-нибудь арахис у меня есть немножко совсем арахиса я его покупала в этом у кого там в Афанасе у нас на Ростовской ну там вообще совсем чуть-чуть я решила что немного арахиса можно что-то не помню по 25 что ли он там рублей за 100 грамм что-то вешается по граммам что-то вешается ну идет по 100 грамм цена а что-то за ложку столовую видимо с горкой тут у нас 2 ложки столовых видимо с горкой черный кунжут я ни разу не видела черный кунжут я видела просто белый кунжут я видела такой типа коричневый кунжут такой ни разу не видела может быть конечно давно у меня рода не было но там было белый и коричневый и черный я вот хотела сейчас этим кунжутом посыпать ту еду которую я делала ну видимо буду я уже эту еду сыпать завтра изюм я вообще не люблю изюм в мокром виде во всех этих булочках творожках вот этот вареный холодный рис с изюмом это вообще вот его обычно кладут когда вот кто-то помер и вы сидите там по умолчанию потому что какой-то близкий родственник дальний друг или типа того дальний родственник близкий знакомый вам по умолчанию приходится это есть потому что у вас в подвале вы пришли терпеть не могу эту кутью она вообще совершенно невкусная чисто для меня вот этот рис холодный вареный рис сладкий с изюмом но я люблю сухой изюм а еще 10 дней которые я хотела сделать наверное все таки сделаю там изюм курага грецкие орехи они у меня еще есть и мед ну и туда лимонки кидаются я кажется в каком-то ролике говорила я единственное уже не помню то ли это еще не смонтировалась то ли уже смонтировала скорее всего уже смонтировалась потому что у меня остались только деревенские блоги блоги за последние 4 приезда там внутри уже приезда потому что за один я смонтировала день полностью приезд и пара готовок еще что-то там готовку я тут вчера начала вообще позавширайшим думала начать смонтировать Открыла, поставила оптимизацию Потом как-нибудь на 37 минут Надо слушать, смотреть, вырезать, выстригивать Склеивать Она от июня Вообще У меня теперь три готовки Потому что вчера кое-что записала Так И шафран молотый Ну и что у нас тут последнее А последнее у нас кинза Видимо не только травинками Келодут кинзу, но и шариками Просто иногда в некоторых рецептах есть эта кинза А у меня ее нет Я подумала, пусть будет эта кинза Ну и уже с ней Еще расскажу, сколько я потратила 1397 рублей Ну в общем тут Что написано Магазин называется Миндаль Ну да, там миндали и какие-то орешки Он раньше закрывался Потом из-за чего-то открывался Но когда он закрывался Я думала, что когда он открылся Что-то один и тот же магазин Потому что я помню, я тогда у них что-то покупала Ассортимент схожий Но другие люди И немножко так все-таки отличаются Там Ну оно какое-то не всегда свежее было Тут вполне себе все нормально В общем, всем спасибо за просмотр Этого ролика Закупилось В одном магазине, в другом магазине Такой прям влоговая Когда люди там ходят, снимают Что-то это все склеивают И как-то все это за один день все вместе А тут с одного магазина на другой Я решила, что пусть это будет все-таки Полноценно один ролик А не один про то, другой про это Потому что как бы это внутри Ашана Хочешь не хочешь, все равно внутри И, ну, как бы Всем пока Не тратьте много денег Или тратьте их как-то равномерно